Изменили условия получения пенсии по выслуге лет для госслужащих, определили, кто будет устанавливать информационные таблички на памятники культурного наследия и приняли отставку коллеги с поста заместителя председателя парламентского комитета. Такой стала очередная 30-я сессия Государственного совета Чувашии. Пенсия за выслугу лет предназначена не для всех граждан. Данную разновидность способия могут получать только те, кто имеет рабочий стаж в определенных профессиональных сферах. К примеру, государственные служащие. С 1 января 2017 года минимальный стаж гражданской службы, дающий право на такую пенсию, поэтапно повышается. Так, по закону, в 2017 году он составлял 15,5 лет. В 2018 – 16. В этом году уже 16,5 лет. Соответствующее решение принято на уровне страны. И парламентарии Чувашии привели местный закон в соответствии с федеральным. По такому же принципу депутаты проголосовали за изменения в закон об объектах культурного наследия. Отныне порядок установки информационных надписей на них будет регулировать правительство страны. Впрочем, чтобы действительно сохранить памятники культуры, одних табличек недостаточно, считает депутат парламента Олег Мешков. Законопроект, конечно, очень актуальный. Но хочу сказать, что сама только таблица, которую мы на двух языках – на чувашском, на русском – повесим, это не сохранит эти памятники. Это ничего не даст. Приведу пример, с которым я лично сам столкнулся. Это касается Чебоксавского ликера водочного завода. Связанное рядом строительство. Нанесли серьезный ущерб, урон памятнику. И в итоге за памятник, борюсь, получать только я или наш коллектив. Наши обращения в разные ведомства, они пока без результата. Не стоит забывать и об археологическом наследии, отметил Петр Краснов. Сегодня, к сожалению, мы ни один объект археологического наследия, нигде, ни в какой точке Чуваши, ничего показать не можем. У нас нет ничего в городе, это или под брусчаткой, под асфальтом, под бетоном. Что касается археологических памятников, которые есть в республике, к примеру, Большетаебинское городище, им, по мнению депутата, стоит уделять больше внимания. Все эти вопросы в ближайшее время рассмотрят на заседаниях профильного комитета парламента. Из вопросов, которые изначально не были обозначены в повестке дня, отставка с поста заместителя председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Эти обязанности с руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Игоря Малякова сняли по его заявлению. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.